Привет, мои прекрасные! Я рада вас приветствовать на моем YouTube-канале. Меня зовут Даша Кривная. Вы наверняка меня знаете как Кривда, потому что у нас тут с вами бьюти-блог и очень-очень много косметики, о которой мы говорим честно и справедливо. Сегодняшнее видео у нас с вами это некий челлендж, потому что мы будем обозревать, краситься самой дорогой косметикой, которая лежит у меня в моих стратегических комодовых запасах. Я много всего отложила, потому что посмотрела, там проанализировала по интернет-магазинам, что вот по категории дорогой и что у меня попадает, и бросила в коробочку, будем с вами смотреть, называть цены и думать вообще, стоит ли она того, что там такого драгоценного. Потому что на некоторые бренды сейчас цены поднялись, мама не горюй, включая мой любимый Dior. Ну, как бы, знаете, незаменимых нет, ничего страшного, уже как-то и желание не особо, знаете, мне прям подкипает, когда я думаю о том, что Том Форд раньше так не стоил и даже не стоит. Некоторые категории Dior перепрыгивает Том Форд, и я такая, типа, чё? Так что мы с вами все это дело проверим, нанесем, оно, конечно, все может быть и крутое, но не незаменимое, я думаю. Поэтому подписываемся, ставим пальчики вверх и колокольчики, чтобы ни одно новое видео не пропустить. Они тут выходят через день, это очень важно, иначе, если уведомление не поставите, можете не узнать, что вышло новое видео. Ну, а мы с вами давайте приближаться и наносить макияж дорогущими продуктами, проверять, работают они или нет, на ту стоимость, сколько стоят. Смотрите, я тут взяла блокнотик, хочу конспектировать, насколько у нас выйдет весь макияж, смотреть, сколько все это дело стоит в сумме. И я доставала все самое лакшери из своей косметички. Косметичка размером в комод с полкомнаты, да. И я забыла совсем про эту штучку о Charlotte Tilbury. Это Flawless Flawless Filter. Это такой праймер-немножечко тонирующее средство, которое подготавливает кожу. Для меня это просто небольшой тонирующий, сияющий тинфер мастерайзер, но там прям очень много сияния. Сейчас будем наносить, давайте посмотрим, сколько он стоит. 36 фунтов стоит, давайте переведем в рубли 3.400. Будем округлять какой-то Charlotte Tilbury.ru, не знаю, насколько там оригинальный, что это вообще, но там тоже стоит 3.400 Charlotte Tilbury. Посмотрим, отрабатывает ли он свои три с половой, что он делает. Я его прям вот так вот наношу. Знаете, когда настроение побаловаться. У меня сейчас все продукты, кстати, эти летние, на удивление, потому что и тональный самый дорогой у меня летний, и пудра летний, потому что чуть-чуть, во-первых, оттенок и текстура такая, более летняя. В том плане, что более легкая и более матирующая. Беру кисть и все это дело кистью вот так вот растягиваю по лицу. Легко тушуется, нигде не залипает особо. Я летом использовала эту штуку просто в качестве тона, если мне хотелось эффект Glow Skin. И консилером прорабатывала центральную часть лица, смотрелось красиво. Если честно, я себя просто как будто бы утешала, я до сих пор до конца эту вещь не могу понять. Что же она делает, кроме как подсвечивает кожу таких штук? На самом деле много подсвечивающих праймеров с видимым сиянием. Ну, то есть там прям сияющая частица, перламутровая штука, которая делает кожу визуально сияющей. Не за счет увлажнения, а за счет визуальных эффектов, визуальных спецэффектов. Шарлоту в России можно было достать через Кольт Бьюти сейчас там все, как вы знаете. Пока что Ширли Мэрли. И неизвестно вообще, когда все наладится, когда все будет адекватно работать. Поэтому, девочки, я решаю все проблемы за вас, как всегда, косметические. Сейчас я вам расскажу. Кто следит за моей запрещенной сетью и за моим телеграммом, тот знает, что я готовлю выпуск гайда. И вот он уже готов. Его можно приобрести по тем продуктам, которые остаются у нас на полках, которые всегда там будут. И мы с легкостью сможем их найти. И назвала я его косметичка.ру. Если вы всегда мучаетесь при выборе косметики в магазинах, сливаете кучу денег на косметику, которая вам не подходит просто потому, что вы берете ее наобум или потому, что консультант посоветовал. Мы уже с вами проверяли, как работают консультанты и знаем, что они продают, а не советуют косметику. Это абсолютно нормально, но факт того, что мы на этом тратим свои деньги и ошибаемся, он всем известен. И также, если вы считаете, что на рынке нет аналогов популярным Диором, Шанелем и так далее, то я хочу вам сказать, что косметичка.ру точно для вас. Это абсолютно новый гайд, легендарный гайд косметичка, который работает 2.0. Его купило более 10 тысяч человек. И там просто тысячи положительных отзывов. Они экономят девочкам невероятные просто суммы. И мальчикам тоже, визажистам, просто пользователям и любителям косметики, потому что они покупают только то, что работают. Они не ошибаются и могут найти драгоценные аналоги люкса, которые работают ничем не хуже. И очень часто, что изготавливается на одних заводах, это правда так. В новый гайд, который я в шутку называю импортозамещение, который работает, я добавила пресеты косметические. То есть 5 готовых собранных косметичек. Это в дополнение, где я их собрала по бюджету, по мидл, по люкс, сегменту, чтобы вы по своему кошельку выбрали все. А также люблю нют и люблю ярко. Просто открываете эти пресеты, и вы можете, конечно, менять продукты, что-то убирать, если вам это не нужно. Но у вас уже готовая косметичка, вы просто по списку проходитесь, и все, у вас собрана рабочая, крутая косметичка. Собрана лично мной. Плюс в этом новом гайде я добавила к каждой категории схему по нанесению, описанию, с лайфхаками, как правильно растушевывать, использовать этот продукт, чтобы вы точно... То есть, если вы, например, не знали, куда наносить хайлайтер или как правильно наносить консилер, чтобы он не скатывался и правильно корректировал все нюансы, то там этот вопрос отпадет навсегда, потому что я все выделила и объяснила на схеме лица с фейс-чартом. Там более 80 страниц, это уже превысило гайд косметичка, который работает 2.0. Это полностью авторская информация, все продукты протестированы лично, мной прошли через мои руки, через мой опыт, не только на моем лице. И самое главное, это доступность, что все продукты, которые там представлены, вы с легкостью сможете купить в России, практически в любом магазине. Ну, заказать онлайн точно сможете. Там есть и бюджет, и люкс, да-да, российский люкс тоже есть, и плюс ко всему там представлена белорусская, корейская косметика и парочку других стран, которые я проверила, точно будут представлены в России. Его очень удобно использовать, вам после оплаты придет на почту сообщение с доступом в личный кабинет, и там вы сможете его скачать. Если вы потеряли, вы снова зайдете в личный кабинет и скачиваете. Он будет в формате PDF, то есть он с любого устройства всегда в доступе с вами. Всегда, прошу заметить, это неограниченное количество времени, и вы в магазине вот эту шпаргалочку открыли, никакой консультант вам не нужен. Стоимость гайда невысокая, она просто по цене бюджетной туши реально, а экономит огромные суммы и окупается просто мгновенно. Девочки экономили более 5000 просто за счет аналогов, за счет бюджетных находок. В общем, это продукт-легенда, только уже адаптирован чисто под наш российский рынок в нынешних условиях. Чтобы мы с вами не искали, не переживали, все уже проверено за вас. Ссылочку я оставлю в инфобоксе, и как я шучу, всегда все вырученные средства всегда идут на контент. Я огромные суммы трачу на косметику, чтобы дальше обозревать и показывать все это дело вам. Это просто моя отдушина, я наслаждаюсь этим, и в нынешних условиях я делаю пользу вам и приумножаю контент и тестирование косметики. Ссылочку оставлю в инфобоксе, еще раз повторюсь, и для тех, кто уже приобретал мои предыдущие гайды, и вам придет на почту скидка 20% на новый гайд. Самое интересное, я очень хочу поделиться, что девочки делились, как они смотрят каждое абсолютно мое видео, и говорят, я бы никогда не подумала, что вот такой гайд это так удобно, потому что у меня всегда на телефоне теряются скрины, я не могу найти, и лично в неподходящий момент я сижу и типа, что мне надо купить в магазине? Стою растерянная, а здесь нет, здесь все в одном месте, отсортировано, отобрано, организовано, в общем, по категориям, все так удобно и невероятно просто экономит ваше время и, самое главное, ваши деньги. Так что я горжусь этими продуктами, просто это мое детишко третье, в общем. Немножко саморекламы, но я горжусь этим, так что давайте продолжать краситься. Так, теперь тональный крем, ой, легенда, тональный крем-легенда от Dolce & Gabbana, это правда мой летний тональный крем, потому что он дает красивый оттенок загара, и он легкий, там такой приятный двадцаточка SPF, мне его хватает, в принципе, я не белокожая, вот, и мне в городской среде его хватает. Я не сгораю практически на солнце, это мне надо просто с обнаженной кожей на мальдивском солнце лежать, и то у меня муж сгорел, а я нормуль. Давайте я вам скажу, сколько он стоит сейчас, я когда его брала где-то, наверное, месяцев 9-10 назад, он стоил 10 тысяч, но я брала его со скидкой 50%, он стоил 5, хочу сейчас посмотреть, сколько он стоит. Glorious Skin называется Glow, он сейчас без скидки 9 900 он стоит, ничего особо не поменялось. Ну, на Dolce часто бывают скидки, оттеночек у меня 210, и он такой не светленький, вообще, насколько мне кажется, там все оттенки такие с теплотой, с теплотой. Но очень приятный беж, я его люблю наносить, если честно, руками, но сейчас у меня здесь все будет тогда заляпано. Я прям с крышки, формат, конечно, такое, но, блин, он как уход с таким приятным тонирующим эффектом, не полупрозрачным, очень таким хорошеньким, но наносится и носится, как уход. Конечно, я его люблю, знаете, как говорится, но нет всего сердца, потому что стоит он, конечно, очень дорого. У меня приятно это наносить на свое лицо, но как задумаешься, в десятка просто за тональный крем, серьезно. Что там такого лежит? Кстати, у меня есть аналог, вообще, один в один. Так что, как я уже сказала, незаменимых нет, и есть прям супер похожие продукты, в бюджетном, причем в сегменте, Ну, здесь мне просто приятно, упаковка, конечно, такая, немножко дорого-богата, но у меня был обзор на Dolce & Gabbana, если что, я ссылочку оставлю, приходите, посмотрите. Все ли там так шикарно, как кажется, на первый взгляд, но тональный, конечно, очень приятный. Кстати, мы кое-как организовали свет, поставили, у нас еще не пришли стойки для нового освещения на старый. И так поставили, я еле дышу тут, сижу, чтобы они не упали. Вот, пока что так, экспериментируем. Ну, мне кажется, уже видно, как кожа по-другому смотрится. И передвигаемся к консилеру. О чем я говорила? Диор. Они вообще там охренели. Я этот консилер за 15 мл, сколько там, господи, 11 мл, я его покупала год назад ровно. За 1700 где-то, что ли? Где-то от 1700 до 2200. Вот эта разница. 500 рублей. Сейчас он стоит около 4000. Я просто хочу посмотреть. А консилер Yves Saint Laurent вообще стоит 4,5. Наверное, я возьму именно его. Откровенно говоря, что-то охренели они, по-моему. Особенно Диор. Вот честно. Просто наглость. На самом сайте Диора ничего купить нельзя. Приостановились. Хорошо. Знаете, как говорится? По скидке 3,337. Стоит за 2,5 мл средств. Но это золотой консилер. Поэтому давайте его, потому что здесь-то все-таки 11, а здесь 2,5. Напишу 3400. Но везде он стоит 4. Расход у него, ну, такой. Его не надо много, в принципе. Но он легкий, подсвечивающий, но с хорошей такой кроющей способностью. Самое главное, что он не скатывается и не сушит зону вокруг глаз. Мне он, в принципе, нравится, но вот такие консилеры в ручке заканчиваются просто архи-быстро. И, ну, откровенно говоря, это вообще не эконом вариант. Это для тех, кто любит лакшери. Лакшери. 2,5 грамма, там, за 3,5 тысячи. Как вам лакшери такое? Приятно. Он у меня лежит в дорожной косметичке, которая у меня в сумочке. Мне им удобно быстренько так оформить, потому что он не пачкает руки, ничего. Он с кисточкой сам по себе. И легко растушевывается. Такой на каждый день консилер. Для зоны вокруг глаз вообще белиссимо. Очень приятно. Но особый проблем, если честно, он не перекроет. Он сделает лишь вид, что работает. И тут не крутить, а кнопочку нажать. Просто когда сижу, что-то делаю долго, я начинаю ковырять кожу. Мне сразу кажется, что там что-то есть. Хотя у меня вообще такой привычки никогда не было. Видимо, это, ну, нервное. Я себе расковыряла вообще все, как будто... Мне казалось, что там что-то есть. Я надобила. Ужас какой-то. Ужасная привычка, которая появилась у меня совсем недавно. Только когда я переусердствую сидя за компьютером. Смотрите, как кожа из-за этого вот праймера, из-за этой вот рассеялки светится изнутри. Плюс еще тон такой, Glorial Skin. Все сияет, поэтому мотироваться по-любому будем. Но затонировано все очень живенько. Естественно, тональный крем практически не заметен. Дальше по румянам. Мы еще никогда вообще в истории блога Кривда так не проходились по Диор. Пройдемся сегодня. Давайте я на нюансы нанесу консилер Диор. Просто чтобы не будем плюсовать еще 4000 макияжу. Сделаем вид, что ничего не произошло. Он очень кроющий и муссовый такой. Поэтому я его использую для всего. Он не суршит, но хорошо перекрывает. Вот видите, совсем другое дело. Румяшки всем известные. Бэкстейдж. Рози Глоу. Догадаетесь, сколько стоит? Тут догадываться не надо. Я сейчас просто открою категорию поиска. И охренею вместе с вами. Типа ничего не перепукали? Там Tom Ford 6600. Потом идут обычные Ружблаш Диор 4900. И 4140 румяшки бэкстейдж. Вот это вот. Они, конечно, прикольные. Но, ребят, 4140. И недалеко ушли 4650 без скидки Диор. Ой, господи, Живанши, которые признали Броросы в 4. По скидке, конечно, они 3480 стоят, но мы нанесем за 440. Эти холодные совсем ледяные, а эти совсем теплые. И у меня макияж сегодня планировался теплый. Поэтому возьмем теплые румяшки. И они в упаковке, видите, сначала выглядят как будто бы оранжевые. Но потом ты открываешь. Мутное зеркало, да. Ну, я как бы, ладно, я просто нежной любовью люблю Диор искренне. И эстетику, и косметику. Мне все очень нравится, но я прям возмущена ценами. Что за ерунда такая? И цвет внутри такой персиковый коралл. Очень красивые они, конечно. Холодных у меня сейчас нет. Есть только теплые. Я щедрая душа. Надо было наоборот делать. Ну, как-то я расщедрилась. Надо было себе оставить холодные. Там цвет более универсальный. Все такие, знаете, я люблю весну. Я люблю персики. Я люблю шоурумы. Просто голодные. Шутка. Нет. Они так деликатно наслаиваются и делают вот это вот сияние как будто бы изнутри. То есть они и матовые, и чуть-чуть кажется, что подсвеченные. Но рельеф кожи не подчеркиваю. Действительно хорошие румяна. Интересные. Освежающие. С ними легко работать. Ну, просто скажите, у меня есть какие-то румяны, которые дают, ну, настолько непохожий эффект. Я просто возмущена. У меня аж волосик от кисточки защекотал. Я настолько возмущена. Я их покупала в свое время где-то за две тоже с половиной максимум. Но 4-140 это уже загиб кишки, по-моему. Хорошенькие. Но они наглеют. Это уже наглость. Ну, как бы пофиг. Ладно. Сегодня же лакшери макияж. Мы движемся дальше и движемся мы к скульптору или к бронзеру. Но скульптору я возьму. Он вообще всегда был очень дорогой. Скульптор от Кевин. В оттеночке Light у меня. Давайте я посмотрю, сколько он стоит. Он прям чуть ли не в начале. Стоит он 3 800. За ни много ни мало 4 грамма. Кровенно это мало. И расходуется он, мягко говоря, не суперэкономно. Я им не так часто пользуюсь. Но посмотрите, какая там дыра. Падина есть нехилая. И, ну, то есть у него неэкономичный расход. Он просто очень пыльненький. Но растушевать его можно даже пяткой. Вообще без вопросов. У него такой правильный оттенок тени. Не рыжий, не серый. Он просто вот так вот имитирует рельеф. Это не скульптор-бронзер, это прям скульптор, который создает на лице визуально тень. Я его наношу прямо во впадину. Я скульптором далеко не расхожусь. Это же не скульптор-бронзер и не бронзер. А здесь я именно подчеркиваю теневой рисунок. И с ним можно хоть по маслу тушеваться. Он не залипнет, ничего. Просто очень легко с ним работать. Несмотря на его пыльную текстуру. Обязательно. Второй подбородок. У меня, кстати, от осанки прямо. Я стараюсь заниматься растяжкой, но не всегда получается. Не всегда успевается. Я замечаю, что после растяжки, после работы над осанкой у меня это все дело уходит. То есть это вообще нет лишнего веса. Я это поняла, когда ходила к остеопату регулярно. У меня тоже пропало второй подбородок. Потом опять сижу, как собака сутулая. И опять появляется все это дело. Так что, девочки, если вас беспокоит, это все 100% осанка. Ой, я носик забыла проконтурировать. Прикиньте, я на контуринге сижу, а уже 40 минут лялякаю. Я еще даже к бровям не приступала. Очень красиво, конечно, он прямо делает такой рельеф. Давайте приступим с вами к бровям. Мастер сегодняшнего дня, сегодняшнего видео. Герой нашего времени, Dior. Dior Show Pump and Brow. Это тушь оттеночная для бровей. Блин, я ее люблю. Она крутая. Там маленькая щеточка, там фибра. Она наращивает визуально брови, делает их более объемными. Там очень красивый оттенок, у меня 0,11. Сейчас я нанесу и скажу, сколько стоит. Я так прочесываю и наверх. Естественно, я уже столько этих тушей попробовала оттеночных, что знаю миллион аналогов. Но здесь, в принципе, если я люблю Dior, мне было бы и не жалко на запреженной стоимости его снова купить. Очень удобная мягкая туба, щеточка. Ну, то есть, в принципе, легкая, но красивая. Чем больше, кстати, вот так вот вводишь, наносишь, наносишь, тем более объемными такими брови становятся. Люблю такие штучки. 3,570 за гель отдали бы. Да, и я бы не отдала. Точно трэш. Мне уже неинтересно, просто я смотрю по категориям, и везде Dior лидирует в списке самых дорогих продуктов. Там карандаш, который у меня тоже в дорожной косметичке лежит. Карандаш 2,920. Я возьму что-то другое. Я за 2,540 возьму штучку-дрючку от Urban Decay. Это двусторонний карандаш. С одной стороны карандаш, с другой стороны лайнер. И того же 6,000 только на бровях. А тут с одной стороны карандаш неплохой, маленький, то есть тоненький. И с другой стороны лайнер, который у меня спустя 2 месяца сломался. Он внутрь проваливается и вытекает. Он подтекает. И начинает прям очень ярко рисовать волоски. Мне приходится пальцем вот так все аппликативно впечатывать. Конечно, не дело за 2,540. Мне кажется, у меня есть там карандаш от Gucci пудровый, но я сюда его не впишу, потому что у меня объемные брови. Я такие пудровые карандаши наношу только с прозрачными гелями. Я с таким удовольствием вначале пользования радовалась наличию этой двусторонней удобной штукенции. А потом она просто провалилась у меня. Волосок изнутри вот так торчит. Так не должно быть. Там должна быть фигурочка, из которой торчит кисточка. Здесь не так. Но продукты рисуют очень тонкие волоски, очень стойкие. К этому претензий никаких нет. Продумано, что 2 в 1. Из-за того, что сломалась, прям сильно много льет. И вот такие вот бровки сегодня яркие у нас с вами получились. Так, мы переходим к глазам, наконец-то! И давайте я снова обращусь к Шарлотте. Мы не припудрились! Нас не припудрили, девочки. И припудриваться мы будем пудрой, которая стоит почти 6 косарей. 5 710. 5 710 пудра кушен от Dior. Она, конечно, волшебная, но она темноватая. У меня оттеночек light, но она даже дожилает такой желтенький. Тут все так красиво. Губка. И вот так вот все здесь дело летит. В общем, очень нечисто. Я набираю на кисть. У меня на телефон рассыпалось. И припудриваемся. Она очень круто разглаживает. Дает такой полуматый красивый эффект. Просто такая лошадка вообще огромная. Ее ни в какую косметичку не уберешь. Она у меня чисто просто красивая в шкафу стоит. Делает очень красивый эффект, но мне она очень места много занимает, поэтому я ей редко пользуюсь. И даже вот этот кушен очень иногда много набирается. Только выглядит с первого взгляда удобно. Потом кажется уже, что я ошибалась. Так, теперь тени. Кремовые тени. У меня от Charlotte Tilbury. Все-таки премиум сегмент. Давайте посмотрим, сколько сейчас стоит. 25 фунтов. И это у нас... 2300, кстати, не так много. 2500 плюс доставка. 2500 не так много. Но они очень крутые. Я их люблю. Они прям такие кремовые. Очень похожи на Tom Ford. Прямо очень, но не мудрено. Потому что Charlotte работала креативным... По-моему, креативным директором Tom Ford. И очень много позаимствовала. У меня оттеночек Chocolate Bronze. Они такие кремовые, очень тянущие. Легко с ними работать. Я наношу во внутренний и внешний уголочек. В качестве подложки. Но они там все равно соединятся. Плюс-минус. Но в центр активно, специально, намеренно не наношу. И складочку затушевываю. Оттенок очень благородный. Без рыжинки. Обожаю. Мне нравится, что они такие кремовые. Прямо кремовые реально. И долго не застывают. Банки, я имею в виду. У меня многие спрашивают, что у меня с левым глазом. Почему я говорю, что он меня не видит. У меня это врожденная. Амблиопия. Я им вижу, но у меня все размыто вообще. То есть, если я закрою правый глаз, у меня просто все как без фокуса. Фокусница я такая. Нижнее веко тоже выделяю. Зеркаль и схему по внутреннему и внешнему уголку. Соединяю вот здесь на внешнем уголочке. У меня, собственно, вот так вот я растушевала. Все это дело на ней с вами. Переходим с вами в палетки. У меня три варианта. Конечно же, Dior. Блин, я уже честно, я не знаю, сколько раз я показывала вам эти палетки. Вот бэкстейдж. Они хорошие на каждый день. Но без спецэффектов. То есть, там очень хорошие матовые. Ими легко, удобно работать. Сияющие там такие, ну, сатинчики. Прям с легким сиянием. Я их люблю на каждый день. А еще одна дорогая палетка от Dzerdalia. У меня она сломалась. Они тоже там около пяти где-то тысяч. За вот такие вот маленькие рефильчики. То есть, ну, она у меня сломалась. То есть, вообще, покушать просят, надо приклеить. И решила показать. Я вам никогда почему-то не показывать палетки. Хотя у меня их много. От Urban Decay, Naked. Давайте узнаем, сколько стоит эта палетка. Дорогие, они всегда и неоправданно дорогие, если честно. Я их не до конца понимаю. Но их многие любят. У меня вот это, считайте, наверное, не по скидке. Или по скидке как. Давайте напишу четыре с половиной. Но так-то она пять-сто пятьдесят стоит. Вот такая тут палитра. Необычная. Интересная. Для начала я растушую оттеночком Nudie складку. И втушую вот этот вот кремовый пигмент. Для меня этот Nudie это прямо для растушевки складки. Для вырабатывания любого оттенка в кожу. Я нейтрально-бежевый. Делаю такую легкую дымку. Мне никогда к ней особо рука не тянется. И вообще вот к этим вот таким пластиковым палеткам. Я не знаю почему. Какие-то они не то чтобы не продуманные. Я не знаю. Вот вы любите палетки Naked? Скажите, пожалуйста. У меня они были интересны в году 2015. А потом как-то все подутихло. Если честно, не вызывает особого интереса. Нижнее веко тоже выделю этим оттеночком. Именно по границе втушевывая крем в кожу. Там я едва касаюсь. Нюди. Делаю такое нюди. На этом все хотелось мне сказать. Но нет. Я возьму сейчас оттенок бирюзовый. Я хочу их поставить в центр века. Хоть что-то яркое из палетки хоть раз нанести. Потому что мне ну хочется. Я раньше обожала такой вот бирюзовый оттенок. Но чуть более выбеленный. Наносить в нюдовый макияж просто на внутренний уголок. Мне очень нравился этот акцент. Прям был мой фирменный макияж. Они такие рыхлые, пыльные. Всегда мне в глаза стробят. То есть они не липнут. Они не хотят приклеиваться. И они не светятся. То есть они не выглядят интересно. Ну ты видите это же? Я же не одна это вижу. Скажите мне, пожалуйста. Блин. Кстати, сейчас подумайте, что я ругаю. Что я вечером только хвалю. Ругаю. Там. Ну блин. Нет вообще. Нет цели. Есть продукт, который я здесь обожаю. Но мне обидно, что они поднялись в цене. А вот за эти палетки еще в принципе не понимаю, почему такая стоимость. Я специально нанесла его сейчас. До затемнения. Чтобы его приглушить. И возьму оттеночек узкий. Рыхлые, пыльные немножко. Пойду затушевывать. Затемнять уголки. Затушую здесь. Затушую тут. Так уже лучше. Согласитесь. То же самое сделаю и на другом глазике. Пушистиком потушу. Зеркалью на нижнем веке. Все то же самое. Хороший коричневый не пятнит. Нормально наносится. Особенно на базу. То есть на подготовленное веко. Еще оттеночком нюди пройдусь по границе прямо. Видите, бирюза получилась такая изнутри немножко. Нормально смотрится. Я еще хочу ковбой Рик нанести серебро. Вот это вот. Вот так сверху. Чуть-чуть пальчиком. Мне кажется, так неплохо выглядит. Сразу он как-то сияет по-другому. А во внутренний уголок я нанесу оттеночек нюди. Так вот чуть-чуть подзатемняя. Вроде бы и высветляя, и затемняя одновременно. В принципе, больше никакие оттенки мне здесь особо и не нравятся. Вот такая вот история. Можно создать макияжи разные. Поиграться. Но с подложками и с базами. Чтобы все это дело прилепить. Так, я скажу, вот они на уровне бюджетных теней тени. Прикольно, да? То есть легенда. Ну, прям что сказать, что там какие-то тени восторг. Я не могу сказать. К сожалению, я брала бы рада, если бы они были крутые. Теперь мне нужен карандаш. И вы знаете, я особо, конечно, по карандашам, ну, по бюджету. Потому что я знаю хорошие там карандаши. Подводки. Ну, тоже у меня. Кларанс. Дольче Габбан. Разочарование из видео вообще. То есть я ей неудобно еще весь макияж из погоню. Хотя визуально это просто какой-то балдеж леопардовый. Я возьму карандашик от Shiseido Micro Liner Inc. Его там 0,08. И стоит он 2,150. Я считаю, что это очень мало. Мало грамм за большую цену. Поэтому давайте возьмем его. Просто он мне сейчас кстати. Еще у него есть косяк. Он обратно не заворачивается. То есть, ну, это в принципе-то и не косяк. Но это важно знать. Многие на этом теряют половине карандаша. Так что его не нужно сильно выкручивать. Им я сейчас буду прорабатывать стрелочку. Вырисовывая ресничный контур. Это реально один из самых тонких карандашей. Он реально очень стойкий. Если его еще фиксануть тенями, то это вообще будет прекрасная стойкость. Им легко везде пробраться, если есть такое желание. Я прям по межресничке иду. Так, ну а теперь мне нужно стрелочки сделать тоненькие. Очень тоненькие стрелочки. И внутренние я тоже выведу. Я возьму светлый оттеночек. Вот здесь вот подсеку светло-матовым. Вот так как-то особо я не хочу больше заморачиваться. Давайте ресницы уже прокрасим. И давайте возьму тушь от Dolce & Gabbana. Наверняка она стоит, как крыло самолета. Одна из самых дорогих у меня. Я туши тоже люблю отдавать. Мне всегда жалко туши, что они пропадают. Я все, конечно же, не успеваю на себя измазать. 3 950 официально, мне кажется, самая дорогая тушь. Я ее люблю, опять же, но не от всего сердца. Она достаточно тяжело снимается, смывается. И если с ней как-то переборщить на щеточке, то получается просто что-то непоправимое, очень объемное. Бывает прям склеивает. Но если к ней приноровиться, приловчиться, то все хорошо получается. Но я опять же не понимаю, как можно отдать за тушь 4 тысячи рублей. Ну то есть я же могу отдать правильно, да? Но если будь я обычным потребителем, просто вот косметичку свою я такая. Шурток, извините. Там, наверное, что-то я не знаю. Мне должно прозрение какое-то явиться благодаря этой туши. У меня должен увидеть глаз. Я не знаю что, у меня должен появиться третий глаз за 4 тысячи рублей. Сегодня все хорошо. Сегодня рука легла как надо. Нижний тоже прокрашиваю. Мне нравится, когда нижний, прям очень пушистенький. Здесь не очень получается хорошо такой эффект. Он получается склеенный просто. Ну вот такие вот реснички. И давайте губы. Карандаш для губ я покажу. Charlotte Tilbury, он стоит 24 доллара. Это у нас 1745. Не много на самом деле. Но начнем с того, что этот карандаш трудно достать в РФ. И вопрос вообще стоит, а надо ли доставать. Да нет, он хороший карандаш. Iconic Nude у меня оттеночек. Очень мягкий, очень эластичный, очень стойкий. Я его люблю. Он немножко теплый. Но у Charlotte все теплое. Я уверена, что даже какой-то карандаш от Dior, который я дала маме, потому что он был оттенком какой-то вишни, он будет дороже. Но это тоже не дешево для карандаша для губ. Это почти 2000 рублей. И что бы вы думали, что у меня на губах будет дорогое такое? Я сначала даже смутилась, не знаю, что достать. Потом так открываю, думаю, ну давайте посмотрим на сайте. Что тут у нас дорогое по губам? Открываю я категорию губ по категориям в цене. Блеск 3650 от Dior. Я его за 1400 брала. Вот его мы с вами и нанесем. Он покалывает. Я очень люблю этот лампер. Он делает красивые глянцевые губы, комфортные. Ну люблю его, в общем. Хорошая вещь. Я еще люблю этот эффект хакалывающий. Но за 4 почти штукаря разлюблю. Ну типа это не уникальный продукт уже давно. Красиво, безусловно. Так, сначала давайте мы все это дело сплюсуем, а потом я продемонстрирую макияж. Открываю калькулятор. 55К на моем лице. 55К на моем лице. Вы видите что-нибудь? Блин, я очень люблю. Я очень люблю люкс. Я очень люблю бюджет. Я очень люблю косметику, в принципе. Мне это все вообще вызывает дикий восторг. Мне одной кажется, что это не 55К на вид. Ну то есть я не знаю, как должны выглядеть 55К. Ну я, конечно, в шоке, мягко говоря. Итого я напишу сейчас 55К приблизительно. Да, недешевое удовольствие. Если порыться, мне кажется, можно найти еще продукты. Но зачем? В принципе, я взяла все самое основное. Вообще все по категориям. Прям даже хайлайтера не было. Грумяна только сухие, без кремовых. Хотя я часто наношу кремовые. Вообще все по категориям. Прям даже хайлайтера не было. Грумяна только сухие, без кремовых. хотя я часто наношу кремовые и сухие в дуэте, и все дублирую, то есть кремовый сухой, кремовый сухой. Это вообще получилось, конечно. Сказали бы, специально набираю, а здесь нет, я взяла прям строго по косметичке, прям по базе. Красиво? Красиво. Комфортно? Комфортно. Но я не скажу, что это идеально и безупречно. Есть некоторые вопросы, в частности, к маркеру для бровей, в частности, к теням. Кстати, почему-то Urban Decay под вопросами у меня. Потом есть вопросы туши, которые слепляют ресницы. Так что, ну, я не знаю. Судите сами в комментариях, я без придирки, это все куплено на мои личные средства. То есть я люблю эти продукты на 55 тысяч. Вот это вот вопрос именно сейчас стоит очень остро. Интересные эмоции увидела, согласитесь? Я вот так вот проходила с этим макияжем в течение дня. Как же проносился макияж за 55 тысяч рублей? Я, если честно, себя сегодня вообще как-то не очень расчувствую. То ли какие-то магнитные бурь, я не знаю. То ли что, голова раскалывается вообще, хочу дико спать. Я лежала, мучилась от головной боли, потом ела жирный суп. Вообще, как-то все поблекло. Очень мне не нравится, как тени смотрятся. Я не знаю. Они вообще, они не скатались. Но очень красиво, на самом деле, смешался вот этот бирюзовый с серебристым. Получился какой-то такой зеленоватый оттенок. Но матовый, куда-то делись. Они какие-то стали серые, полупрозрачные. На удивление, карандаш отпечатался, размазался. У меня сегодня какое-то такое настроение жирное, плаксивое. Вот, поэтому, видите, как все получилось. Я не плакала, но лицо, видимо, такое источает слезы. Собственно, все, в принципе, это хорошо, но не очень. Стойко, на самом деле, макияж глаз мне не очень нравится. Вот, но губы, естественно, сошли. Но нет. Румяшки немножко вижу. Скульптор тоже как-то утилизировался. Потому что я лежала. Вот, вероятнее всего, румяна достаточно. Я еще все-таки вижу, просвечивается. В целом норм, но мне кажется, не на 55 тысяч. У меня просто цена, видимо, шокировала. Поэтому я такая капритная сегодня, да. Капритная. И что хочу сказать. Конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх и колокольчики. Чтобы вам приходили уведомления о каждом новом видео. Они тут выходят через день, я напоминаю. И также подписывайтесь на телеграм-канал. Мало ли что, мало ли что. Ссылочка в инфобоксе. И вот так вот называется мой канал. Если вы не можете перейти по ссылке по какой-то причине. Обязательно подписывайтесь. Там много и лайфхаков, и бьюти, и, конечно же, жизни. Еще раз напоминаю, что ссылочка на новый гайд также лежит в инфобоксе. Обязательно успевайте. Количество дней продаж ограничено. Я пропишу даты продаж в инфобоксе. Также, когда продажи будут уже закрыты. И купить его будет нельзя. Поэтому успевайте. Если хотите сэкономить на косметике. Не покупать что-то ненужное. Побежали обсуждать эту дорогущую косметику в комментариях. Ну, а самое главное, конечно же, никогда не забывай, что ты прекрасна в любом виде. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...